Каждый город имеет свой бренд, отличительную особенность, с которой он ассоциируется у своих жителей и гостей. За свою 142-летнюю историю Иванова обзавелся не одним таким знаком города. Город добрых дел именуется в этом году торжества по случаю 142-го дня рождения Иванова. Увы, это красивый слоган, но не бренд нашего города. Пока. У нас хватает отзывчивых и сердечных людей, живущих не только ради себя, готовых помогать бескорыстно и без остатка. Миша терроризировал целый район, когда его нашли сотрудники приюта «Майский день». Он потерялся, но хозяева не спешили искать своего питомца. Теперь он живет здесь. Он и еще 400 животных. Овчарки, маломуты, лайки, двор-терьеры. Здесь собаки с разными судьбами. В приюте их любят, кормят и холят волонтеры. В день эта свора съедает три ванны еды. Сотрудники приюта знают, что энтузиазм – это не так мало. Нам всегда необходима еда. Все, что подходит для питания собак и кошек. То есть это могут быть специализированные корма, сухие и влажные. Это могут быть крупы. Крупы желательно те, которые быстро варятся. А еще нужны одеяла для подстилок, ошейники, поводки, лекарства. В штате нет ветеринара. Сейчас приют переполнен. Сюда берут только животных, попавших в беду. Так здесь оказался гаврик. Три дня он пролежал в кювете с битой машиной. Лапу сохранить не удалось. Волонтеры майского дня никаких бонусов, кроме морального удовлетворения, не получают. Здесь все работают. Только из-за любви к зверям. В день города сотрудники приюта проведут акцию. В сквере у цирка будут знакомить горожан с питомцами. Стараться пристроить их в добрые руки. Мы рассчитываем привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных. К тому, чтобы и у нас из приюта забирали люди. И к тому, чтобы люди просто следили за своими домашними животными. Не теряли их, не выбрасывали. По возможности, прежде чем завести кошку или собаку, подумали хорошенько. Потому что животное живет больше 10 лет. Ухаживать за ними больше 10 лет. На 30-й неделе беременности Елена узнала, что у ее малыша патология. Растечена губа, мягкое и твердое небо. Тогда женщина решила, что если роды пройдут нормально, назовет ребенка Богдан. Так и получилось. Сейчас малышу год и пять месяцев. Я ходила, узнавала в администрации, куда можно обратиться. Писала письма на имя главы города, чтобы помогли. Описывала всю свою историю. И потом стали поступать звонки, что вот есть такой-то фонд, идите туда, такой-то фонд. Первыми откликнулись спасатели из противопожарного института. Они уже четвертый год участвуют в благотворительных акциях. Считают, что конкретный человек должен получить конкретную помощь. Он проживает в районе института. Можно сказать, такой наш маленький земляк по территориальному принципу города. Институт в прошлом году оказал помощь ему и оплатил операцию пластическую в Москве. И в этом году последнюю операцию деньги переданы. Третья самая сложная операция состоится в ближайшее время. Малышу должны соединить твердое небо. Пока из-за патологии он не может даже научиться говорить. Сложности в том, что, конечно, кормление вызывает трудности, поскольку там расщельно. Еда попадает через нос. Ребенок прекращает есть, капризничает. Приходится промывать, доставать. Потом продолжаешь кормить заново. Елена уверена, что все будет отлично. Деньги благотворители перечислили, врач отменный. После того, как операцию проведут, ее сын станет таким, как все. Елена очень рада, что растен будет в городе, где его судьба небезразлична. Раз в месяц создатель фонда «Мама-Любовь Клюшки» нанесет тяжелые пакеты с гостинцами во вторую детскую больницу. Выделение для отказников. Подгузники, погремушки, детское питание. Все, что необходимо грудничкам. Сейчас в палате трое крошек, которых бросили родители. Без мамы им очень тяжело. В больнице никто не должен заниматься воспитанием. Максимум – лечить. Поэтому Любовь Клюшкина выделяет из фонда деньги на дополнительные премии санитаркам и медсестрам. О малышах должны заботиться. Ребенок должен жить в семье. Это его главное право. И это смысл жизни. Ребенок должен чувствовать плечо взрослого. Он должен ощущать себя под надежной защитой. И, конечно, деятельность наша направлена на то, чтобы детей брали. Отказников сначала привозят в больницы. Здесь проводят необходимые анализы, а после отправляют в детские дома. За год это 140-150 человек. Любовь Анатольевна сама воспитала приемного ребенка. О том, как таким малышам нужна поддержка, она знает не понаслышке. Поэтому кроме еды всегда приносят игрушки, чтобы дети развивались. В Иванове очень много добрых людей, очень много добрых, отзывчивых людей. Прошла статья в газете, не успели ее напечатать. Мы ее даже в лицо не видели. А люди просто потоком шли перед Новым годом. Поэтому низкий поклон и большая благодарность. Помочь детям, от которых отказались родители, может каждый. Любовь Клюшкина ежедневно ищет благотворителей. Фонду нужны деньги, чтобы дарить малышам хоть какую-то радость. Настоящий фестиваль добра – это благотворительный марафон-то и нам нужен. Идея провести в городе нечто подобное появилась 6 лет назад. Инициатором стала городская ученическая дума. Тогда планировалась разовая акция для целевой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Сначала люди неохотно поддержали акцию. Первый марафон собрал всего 223 тысячи. Когда организаторы увидели, как небольшие средства помогли 22 семьям, решили сделать благотворительность традицией. Сейчас марафон – уже самостоятельное мероприятие. Никто не задается вопросом, зачем это нужно. Не проходит мимо апельсинометров. Добро у ивановцев постепенно вошло в привычку. Мы вот по этому марафону видим, как меняется ситуация в городе. Действительно, город стал добрее. Добрее стали люди. Я удивляюсь, если раньше мы там первые 2-3 года просто, что называется, раскручивали, мы подталкивали, помогали, чтобы этот процесс пошел. В этом году первый оргкомитет, и мы видим, как само забродило, само начало работать все. И, конечно, мне очень было отрадно видеть, что и в детских садах, в школах, в учреждениях, на больших предприятиях крупных, люди к этому относятся очень серьезно. Более того, идею марафона подхватили соседние регионы. А в Иванове с каждым годом, благодаря «ты нам нужен», помощь получают десятки детишек. Сумма, собранная в этом году, мы посмотрели 5 миллионов 700 тысяч. Это серьезная сумма даже для московских марафонов, мы это не скрываем. А для нашего города, который все-таки некрупный по масштабам страны, все-таки сумма серьезная. Мы 60 ребятишкам помогли в этом году, это тоже очень много. Символом акции является апельсин. Апельсин – это единое целое, состоящее из маленьких частей. Чтобы стать этим целым, нужно объединиться и поддерживать друг друга, и тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Незаменима каждая долька добра. День города 2013 пройдет под эгидой добрых дел. Каждый ивановец станет частью праздничных торжеств. Ведь не может и не должно быть в жизни большего счастья, чем помощь другим. Мы надеемся, что в будущем наименование «Город добрых дел» у россиян будет прочно ассоциироваться с Ивановым. Символом акции «Город добрых дел» у россиян будет прочно ассоциироваться с Ивановым. Символом акции «Город добрых дел» у россиян будет прочно ассоциироваться с Ивановым. Символом акции «Город добрых дел» у россиян будет прочно ассоциироваться с Ивановым. Символом акции «Город добрых дел» у россиян будет прочно ассоциироваться с Ивановым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова